Но вот заметьте, если для западной Европы такие зимы это все-таки непривычно, то для нас с вами, ну, не может быть новостью снегопад, пусть даже и большой. Не может быть новостью похолодания, пусть даже непредвиденное. Да, в Украине случаются непривычно теплые зимы, но вообще именно такими, как сегодня, снежными, холодными, зимы у нас и должны быть. И чиновники вместе с коммунальным хозяйством должны к этому привыкать. Но почему их это всегда удивляет? И на Томино продолжат. Засыпанные снегом дороги и трассы, километровые пробки и тысячи аварий. Этой весной зима показала, что умеет уходить сурово. На этой неделе Украину накрыли сильные морозы. Городам пришлось буквально откапывать себя из сугробов. В столице власти даже обратились к полиции и военным, просили помощи в уборке снега. По городу открыли пункты обогрева и закрыли проезд фуром. И если дороги еще хоть как-то чистили, то пешеходам пришлось смесить снежную кашу. Дорожки, видите, не почищены. Я считаю, что это право коммунальников, потому что это их обязанность. Об обязанностях коммунальщиков в эти дни говорили все, потому что наша ЖКХ-сфера в очередной раз не выдержала испытаний зимой. Из-за непогоды в Мариуполе и еще в восьми городах началась засуха. Там обесточило насосную станцию и водоснабжение прекратилось. Без воды сегодня сидят и жители пяти домов в одном из спальных районов Киева. Там из-за прорыва трубы начался потоп. По улице реке печально плывут полиэтиленовые пакеты. Но самый ощутимый коммунальный удар принял на себя Харьков. Из-за аварии тысячи семей. В лютые морозы были вынуждены несколько суток выживать без отопления. Выживали за счет обогревателя. Был ТЭН у нас, который обогревал практически все наши 40 квадратов. Мерзнете? Ой, не то слово. У нас двое детей. Мы уже там кошмар. Несколько одеял. Все, что есть, на себя одеваем. Очень холодно в квартире. Мы, конечно, понимаем, что там у них что-то. Очень холодно. Такой масштабной аварии в городе не было давно. Эту ситуацию даже с Алчевском 2006 сравнивали. В мэрии заявили, магистрали не выдерживают перепадов температур. На замену труб нужно не менее 10 миллиардов гривен, которых попросту нет. В Киеве удивились. В Харьков мало, 4,8 миллиарда. Бежать разведку, только все морозит. Я бы хотел, чтобы органы местного соревнования чем-то вызначали приоритеты. Безпосредственно для того, чтобы эффективно выкористовывать ресурсы. Морозов не выдержали и старые коммуникации в Запорожье. Половина, 50% трубы снизу, вон, видно даже. В местном водоканале тоже привычно винять погоду. Перепады температуры. Тепло, холодно, тепло, холодно. Из-за перепадов температуры идет подвижка грунта и тресного водовода. Но все же причина подобных коммунальных бед совсем другая. В Украине зима всегда приходит неожиданно, как и зимние морозы. А все потому, что дело труба. Почти все коммуникации в нашей стране изношены. Все тепловое хозяйство изношено приблизительно на 70-80%. И когда где прорвает, ну, никто не знает. Но это может остаться с очень высокой уверенностью в каждом месте. На жаль, эта ситуация замовчается. Мы живем, как на пороховой бочке каждого года. И просто молима Господа Бога, чтобы не было каких-то резких перепадов температур. Сколько нужно денег на замену старых труб, точно не знает никто. Ведь и серьезные коммунальные ревизии никто не проводил. Но в Минрегионе подсчитали. На модернизацию рынка жилья, а также систем тепла и водоснабжения, нужно приблизительно 46 миллиардов евро. А в гривнах сумма вообще получается космическая. Но критики уверены. Деньги есть, они просто неправильно используются. Какой сенс сейчас говорить о гроши, если, берусь утверждать, что при нынешней системе управления инфраструктурой энергетической и коммунальной, полностью, полностью, там, отсутствующей логики державного контроля и контроля с боку споживачев за финансами, за техническим станом, туда гроши не можно дальше давать. Потому что они все равно, надо понимать, они там будут сникать. А то, что в стране растет количество субсидиантов, тоже не внушает надежды на обновление коммуникаций. О замене труб нет речи. Получается замкнутый коммунальный круг. Тарифы растут, но качество услуг не улучшается. Ведь все деньги вместе с теплом поглощают дыры. 60-70% тепла, которое выходит из котелин, оно идет на обогрев труб или воздух. То есть оно не доходит до людей. Но зато людям исправно доходят платежки с новыми тарифами, за услуги которых они не получают. А обещания чиновников о коммунальных реформах пока не греют. Люди вымагают, мы хотим отримать послугу, да? А им же тяжело разповісти, что там же в край сношены трубы, что их нужно менять, что это величезные деньги, что нужно вообще заучать очень серьезных инвесторов. А если зайдет инвестор, то он не даст красить на этой тепломереже. Но перед этим нужно провести независимый аудит нашей системы ЖКХ, чтобы понимать реальный масштаб катастрофы. Хотя украинским чиновникам это просто невыгодно. Гораздо прибыльнее списывать государственные деньги на бесконечный ремонт старья. Ведь для кого-то дырявые трубы беда, а для кого-то кормушка. Инна Томина, Сергей Бордюжа, Светлана Шекера и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер.